Чуть больше суток осталось до перемирия, которое объявили в Минске. Ополченцы, правда, заявили, что готовы прекратить силовую операцию в Дебальцево, хоть сейчас. Напомню, там, в так называемом котле, несколько тысяч украинских военных. Есть одно условие, из окружения можно выйти, только сложив оружие. Но силовики упорно пытаются прорвать окружение. Чем закончились очередные попытки, знает Евгений Поддубный. Он как раз в самом центре событий. Чуть более суток осталось до начала перемирия, но украинские силовики продолжают принимать отчаянные попытки прорвать окружение у населенного пункта Дебальцево. Атакуют позиции ополчения в районе деревни Логвинова. Она расположена прямо на трассе, которая соединяет Дебальцево и Артемовск. Судя по всему, до начала перемирия украинские вооруженные силы получили приказ деблокировать Дебальцевский котел. Пока действуют безуспешно, несут потери. Потери есть и у силы ополчения, так как артиллерия вооруженных сил Украины пользует всю огневую мощь, которая есть в подбрежении украинских силовиков. По позициям ополченцев бьют из реактивных систем залпового огня, нескольких дивизионов расположены в населенном пункте Светлодарск. Несмотря на эти атаки, украинские силы действительно несколько раз в день пытаются прорвать позиции ополченцев. Силы Донецкой Народной Республики позиции удерживают окружение. У Дебальцево сохраняется, бои перемещаются ближе к городу. Наша съемочная группа сейчас находится в трех километрах от Дебальцево. Силы Донецкой Народной Республики нанесли удар по складу боепитания на окраине этого города. Из склада боеприпасов идет густой черный дым. Судя по всему, ополченцы ударили достаточно точно. Боеприпасы взрываются, пока нет информации о раненых и погибших там. Также известно, что уничтожено несколько единиц бронетехники украинских вооруженных сил. Евгений Подзобный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести. Добавьте, Котел.